Ну что ж, доброе утро! Мы продолжаем программу «Новый день». Рыбная ловля – одно из древнейших занятий человека, кормивший его вместе с собирательством и охотой в незапамятные времена. Сегодня, когда рыбалка для большинства отнюдь не средство к существованию, ей всё равно отдаёт своё сердце немалая часть человечества. Алёш, просыпайся! Рыбная ловля – это прежде всего общение с природой. Благодатная возможность насладиться её красотой, чистым воздухом, умиротворяющей тишиной. Ну, если повезёт, то испытать рыбацкое счастье, выуживая из глубин крупную добычу. О том, как обстоят дела у израильских рыбаков зимой, мы побеседуем с представителем клуба рыболовов «Исрафиш» Дмитрием Юзефовичем. Дима, доброе утро! Доброе утро! Ну что, есть места в Израиле, где можно ловить рыбу? Серьёзно ловить? Да, конечно. Где они? У нас в Израиле помимо Кенерета есть два моря, есть пару речушек, есть другие водоёмы, но самым крупным является Кенерет. Я, кстати, знаю, что в конце декабря на Кенерете прошёл чемпионат по спортивной ловле карпа. И вот как ведётся зачёт в таком чемпионате? Кто больше рыбы поймает, кто самую большую рыбу поймает? Да, с 16 по 21 декабря проходил открытый чемпионат Израиля по спортивной ловле карпа, который проходил 114 часов. Марафон практически. Марафон, да, без перерыва. Это приблизительно 5 дней. И было выглублено в общем итоге около полутонны рыбы. И куда она вся пошла? Точнее 400. Куда вся пошла эта рыба? Она была взвешена, сфотографирована и отпущена. Так как всё-таки вёлся зачёт? Зачёт вёлся следующим образом. По количеству? Да, по килограммам. То есть карп менее полутора килограмм. Не шла с карпом? Не шёл зачёт, да. Сколько же вы поймали? Мы поймали 487 килограмм. С ума сойти. Скажите, и что, можно? Нет, это общее. Нет, 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 я вас лично я не спрашиваю. Я не участвовал в рыбе. А, вы не участвуете? Я не участвовал, я принимал активное участие, просто физически не смог. Потому что, если бы ты не участвовал, рыбы-то вообще бы не осталось в киновете. Скорее всего. Поэтому я принимал косвенное участие в этом. Дим, скажите, и вот что, можно, сидя на берегу с одной этой удочкой, выловить 487 килограммов за 5 дней? Или какое-то особое снаряжение требуется? Во-первых, нужно особое снаряжение, но помимо снаряжения нужен опыт, что немаловажно. И, конечно, успех. Сын ошибок трудных и гений. Да, и успех. Да. Опыт приходит со временем, ну, а информацию, значит, можно прочитать, либо на нашем сайте, либо... А, ну, какое снаряжение? Хорошо, снаряжение. Ну, вот удочки, ладно. Ну, вот, по-моему, самое лучшее снаряжение – это вот эта вот кровать. Да. Вот так движешь, вот и держишь удочку, да? Да. Удочку даже держать не надо, она сама стоит. А, даже, вот, специальные подставки у вас даже есть. Но крючки, вот эти пресловутые крючки, которые цепляются в палец, потом не вытащишь никогда, остались до сих пор, правильно? Да, пресловутые крючки остались до сих пор, на них отсутствуют даже элементы бородки, чтобы менее травмировать рыбу. Потому что цели нашего клуба – это не самоцель вылова рыбы и отправить ее в холодильник или на сковородку, а целью является просто бережное отношение к природе. Соответственно, чем менее мы травмируем рыбу, тем... А как можно, если вы ее все равно уже подцепляете крючком? Вы же травмируете ее. Мы ее не травмируем. Что вы с ней делаете, если не на сковородку или в холодильник, вы ее отпускаете? Мы ее отпускаем. Она не касается непосредственно поверхности земли, она кладется на специальный мат, который вымочен специальным образом в воде, потому как у рыбы есть покрытие слизи, чтобы ее, дай бог, не травмировать, потому что потом появляются всякие болезни, язвы. Поэтому рыба заражает своих сородичей и таким образом наносится вред водоему. Поэтому рыба кладется на мат, безопасно извлекается крючок, на место крючка пару капель антисептика для уверенности. С ума сойти! Да. И рыба аккуратно заносится в водоем и отпускается. Ну, прежде чем она отпускается, прежде чем на нее наносится антисептик, вот вы лежите, спите, да? Да. Клюет. Как вы узнаете, что клюет? Вот технологии сегодняшнего дня продвинутые позволяют... Колокольчики? Раньше были колокольчики, да? Да. Колокольчики сменились вот такими штуками, которые называются электронные сигнализаторы. Похоже на шокер больше. Поклевки, которые, да, есть модели с пейджерами, которые передают на расстояние, если вы отлучились от ваших удочек каким-то нуждом. То есть удочка может быть на кино, а вы в Тель-Авиве? Да. А я могу быть в Элате. Даже в Элате. Могу показать, как работает. Я могу даже помочь в этом. Да. Хоть я или рыбак. Хоть я имитировать рыбу. Это лес. Я буду имитировать рыбу. Такая же холодная. Клюй! Клюй, щука! Клюй! Вот так. Тащи! Тащи! Подсекай, подсекай, подсекай! А чем он сильнее пищит, вот так тем крупнее рыба, да? Да. Нет, рыба не крупнее, тем просто она дает индикацию на то, что рыба уходит, ее нужно подсекать, чтобы она вообще куда-нибудь не ушла, не запуталась там и не осталась. А сачки используются до сих пор? Да. 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 Конечно. Скажите, а есть, я знаю, какое-то снаряжение, которое является незаконным, которым пользоваться нельзя? Да. Да. Динамит, да. Вот типа динамита. Динамит был разрешен в Израиле до 73-го года. Был разрешен? Да, на Кенерете ловили динамитом, но мы двигаемся все равно вперед, и слава богу, динамит. Теперь динамит пошел у нас в армии. Хорошо, сети, сети, рыболовные сети. Рыболовные сети, да, являются, да, страшной трагедией любого водоема, при том, что они продаются в свободной продаже, и одной из целей нашего клуба является то, чтобы законодательным образом... Изъять их из магазинов. Изъять их из магазинов. Но нам удалось, несмотря на сети, да, хотя бы, хотя бы удалось изъять из продажи такой вот браконьерский агрегат, который называется Оген на Иврите. По-русски это называется драч, это страшная вещь с тремя криками, с таким сменчом. Скажите, пожалуйста, вот мы сказали, есть пару речушек, есть два моря, есть Кенерет, а вот пруды, скажем, платные, там тоже же можно ловить? Да, да, безусловно, безусловно, потому как Кенерет водоем сложный, его нужно понять, и для этого требуется время, вот, ехать на Кенерет на пару часов не имеет никакого смысла, это минимум суток. Ну, лучше поехать вот туда, где немножко заплатил. Можно поехать на платный водоем, провести прекрасную семью. По поводу, по поводу вот семейного отдыха на рыбалке, мы с вами поговорим в следующий раз, мы обязательно вас пригласим. А сейчас, вот, я выяснил для себя, что не только есть пару речушек, но и в разных водоемах, где выращивают рыбу, там тоже можно ловить. Мы сейчас немножечко половим, а вы пока половите в своих телевизорах то, что он ловит телевизор, и встретимся с вами через несколько минут. Субтитры подогнал «Симон»